Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Ассаляму алейкум, уважаемые телезрители, мы рады вновь вас приветствовать, вы смотрите передачу по душам. Во многих наших передачах мы рассматривали различия мужчин и женщин, а сегодня мы хотим поговорить с вами о различии мужского и женского мозга. Оставайтесь с нами. Множество конфликтов между мужчинами и женщинами, особенно в семейных отношениях, кроется в недопонимании. Женщины жалуются о том, да он меня вообще не слышит, мужчины жалуются, она вообще меня не понимает. Так в чем же кроется секрет? Неужели разница между мужским мозгом и женским мозгом очень большая? Давайте разберемся вместе. Мужской и женский мозг различны. Наверное, в этом и кроются секреты взаимоотношений. Мужские мозги – это такое устройство, в котором царит идеальный порядок. Там все разложено по отдельным полкам. Семья в одной полке, спорт в другой, работа в третьей и так далее. Там имеются ящики буквально для всего. Есть, например, ящик для автомобиля, есть ящик для денег, есть коробка, где хранятся мысли о работе. Есть отдельный ящик для детей. Мужчины все и всегда складывают по этим ящикам. И есть одно важное правило – пока разгребается один ящик, другие трогать нельзя. Если обсуждается какой-то один конкретный вопрос, то мозг мужчины тянется к ящику, где у них все документы по нему. Вот почему они обсуждают только конкретные вопросы, не любят безответственности или беспорядок. Если говорить о мужском мозге, то у них все оказывается сложно по отдельным ящикам. И они мыслят более логично, нежели женщины. А если говорить про женщин, то их мозг более эмоциональный. И что самое интересное, у них все связано со всем. С женскими же мозгами все по-другому. Женский мозг – это как будто большой шар, обмотанный мыслительной проволокой. И в нем все связано со всем. Муж связан с домом, деньги связаны с машиной, машина с работой, дети с матерью, мама с бабушкой. Бабушка тоже обязательно к чему-то подключена. В результате мыслительный процесс у женщин – это как большая площадь, на которой все управляется эмоциями. Вот почему женщины, как правило, помнят все. Даже если надо или не надо, у нее внезапно могут всплыть в голове ситуации из прошлого. Это напрямую связано с ее эмоциональностью. Так как по законам мозга, все, что связывается с эмоциями, надолго остается в памяти. Так вот, эти ящики, в которых находятся мысли у мужчин, они расположены по порядку. Если, например, он думает об одной теме, он пока до конца не завершит ее, он не переходит к следующему. И поэтому иногда возникает такое недопонимание, что мужчины думают, что женщины думают, как они, а женщины думают, что мужчины думают, как они. А еще у мужчин в мозгу есть одна коробка, о которой большинство женщин не подозревают. Это так называемая пустая коробка. Это когда мозг мужчины просто ни о чем не думает и отдыхает. У женщин такой коробки нет. И поэтому они иногда раздражаются и говорят, почему ты ни о чем не думаешь или ничего не делаешь? Ей кажется, что ее муж ленивый, а на самом деле в этот момент мозг мужчины просто отдыхает. А мужчинам непонятно, почему женщины постоянно находятся в тревоге и беспокойстве. И он говорит, ну хватит уже причитать, дай мне отдохнуть. Имея в виду дать ему возможность побыть в пустой коробке. Но, к сожалению, так как у женщин такой коробки нет, их мозг почти не отдыхает. И поэтому лучшим решением будет в такие моменты, это дать ей какое-либо задание или вежливо попросить ее о чем-либо. И тогда она почувствует, что вы нуждаетесь в ее поддержке и цените ее. Что не сказать о женщинах. У них в голове, например, спорт может быть связан с работой, работа может быть связана с семьей, семья связана еще с чем-либо. И поэтому порой мужчинам и женщинам очень трудно друг друга понять. Что самое интересное, если, например, возьмем муж и жену, то они в основном конфликтуют, потому что они ожидают друг от друга такого же понимания и мышления, как у них самих. То есть, например, мужья ожидают, что, ну это же и так понятно, ты должна меня понять. Он ждет, что его жена будет мыслить как мужчина, как он. А жена ожидает от мужа, что он будет мыслить как женщина, как она. И поэтому возникает недопонимание. По сути, конфликты в семье возникают из-за мелочи. Не так посмотрел, не так что-либо сделал. Как, например, в нашем примере, муж приходит на кухню и видит, что еще ничего не готово. На что жена обижается на непонимание мужа. В данной ситуации в мозгу у мужчины такие мысли. Но неужели непонятно, что я устал? Неужели так трудно просто приготовить чай? А в мозгу у женщины такие мысли. Но я ведь тоже человек. Если я один раз вовремя не успеваю, это же не значит, что я вообще плохая. Отсюда и возникает семейный конфликт. Современные психологи утверждают, что для того, чтобы понять друг друга хорошо, необходимо сначала разобраться, а в чем именно обычно в повседневной жизни не понимают друг друга супруги. Давайте рассмотрим этот вопрос вместе. Недопонимание может возникнуть в чем угодно, даже из-за любой мелочи. Но больше всего из-за усталости и из-за того, что супруги не знают потребностей друг друга. Порой неосторожно высказанное слово или действие может ранить и обидеть, за что впоследствии не так легко восстановить отношения. Но тем не менее, нужно оказывается дать немного времени своему супругу, чтобы он немного остыл и успокоился. Ведь когда человек под влиянием эмоций, он не сразу приходит в норму. Нужно немного времени. Многие исследования подтверждают, что когда человеку хоть немного понятно, почему этот человек так делает, причина его поведения, ему становится легче его понять. Но тем не менее, какие мы можем сделать причины для того, чтобы не было этого конфликта, чтобы понять своего супруга или супругу. У каждого из супругов есть свой ключик к его сердцу. У кого-то это внимание, у кого-то теплые нежные слова, у кого-то вовремя приготовленный чай, а у кого-то подарки и так далее. Важно определить, что важно и значимо именно для вашего супруга и постараться сделать так, как ему нравится. Важно к тому же говорить о своих чувствах, о том, что вы почувствовали, но не в обвиняющей манере, а в вежливой и уважительной форме. Поняв ваши чувства, ваш супруг успокоится. Дорогие телезрители, спасибо вам за ваши письма. У передачи по душам есть рубрика «Вопрос к психологу». На данный имейл и номер ватца вы можете задать вопрос по психологии. Некоторые из ваших вопросов мы рассмотрим в нашей передаче. Многие ученые из различных сфер утверждают, что для взаимного понимания мужчин и женщин нужно смотреть не только друг на друга, но еще и в одну сторону. А вы как считаете? С вами была передача по душам. До новых встреч. Ассаляму алейкум. Субтитры подогнал «Симон»